всем привет ютубу привет вот смотрим время за 87 год прикольно люблю эту настали или надо посмотреть послушать вот но не в этом дело значит дошел ход у меня чуть под освободилось время я ребятам обещал сделать тест грибочков вот и надо его сделать как говорится обещал бери делай берем грибочки наши вот вот эти вот красивые маленькие о чем я обещал то что вот с этой с посылочки купил сейчас мы их потестим эти грибы объясню свою позицию почему эти грибы они другие вот имеют ввиду вот такие маленькие очень очень маленькие грибочки которые я заказывал и ребята говорят почему такие они вот такие вы скажете свое мнение да надо помнить что мнение каждого человека является субъективным вот поэтому я оговорюсь я просто выскажу свое мнение об этих грибочках прервался чтобы выложить грибочки значит что вот посмотрим вот и в частности вот такой тоже малюсенький почему-то он у меня не в ходу вот этот тоже вот это у нас китай вот я опять же покажу как они работают вы увидите что почему ну и возьму один вот один из моих любимых грибов но он покрупнее как бы диаметром на магнитиках хорошо удобно когда допустим на отстрел работаешь и они берут сейчас покажу вот они примагничиваются вот 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 эти грибочки буду клеить опять же это все будет делаться на отрыв сейчас пистолет включу в режим он войдет и и попробуем поклеится и посмотреть что и как у нас будет происходить вот я выбрал вот это место это у нас спирт вот обезжирим вот помоем чтобы там если какая-то грубо говоря гадость есть вот чтобы она ушла ни жиров ничего не было до температурка у меня он градусник 17 с половиной сейчас я печечку еще подтоплю чтобы было в пределах 20 там или 19 градусов вот помоем обезжирим чистыми салфеточками все протрем вот то же самое то же самое грибочки как видно они тут кое-где грязненькие но я периодически их мою чем я мою все знают видео смотрели сейчас вы моим грибочки то есть чтоб более менее в чистоте у нас произошел эксперимент вот продолжаем я все это подробно снимаю чё и как я делаю невзирая как говорится на какие-то моменты ребята вот меня просили сними выскажи свое мнение с расскажи плюсы минусы вот на свой взгляд вот берем вот тут они немножко у нас приправа универсальная немножко они у нас помаринуются тут и будут чистенькими вот а пока время идет вот они тут у нас очищаются то есть подготавливаемся к тесту опять же потихоньку в режим входит пистолет клей я беру обычный свой которым я обычно работаю вот такой вот клей производства турции фамилия у него акфикс имя отчество вот такое hm 208 не скажу что прям идеальный но я им давно работаю и как бы нормальный опять же какие требования я предъявляю к клею по сравнению там с теми которые мне не нравятся вот допустим один из клеев он у меня тут уже висит только что плесенью не покрылся вот зубы хороший дебилый упертый клей но вот этот клей он приклеивается и потом его зубами не от грибка не отдерешь не от детали ну и на фиг он нужен извините раз приклеил там дернул не дернул долго и надо очищать и причем чем только не пробовал и ацетоном его снимать ну как бы интересно было и спиртом и бензином и я тут малярка занимаешься всякими разными растворителями в том числе и там импортными забугорными там как чем только не пробовал он практически ничем не снимается то есть это клей такой что взял там две железки или две детальки в кучу там когда не очень сильно надо приклеил там поставил повесил и пусть он как говорится висит потеет такой клей мне не подходит вот из того что у нас можно было купить я пользуюсь вот таким клеем сейчас на очереди как бы будут другие тесты когда будет чего тестить вообще клея много всякого разного продается ну и потихоньку потихоньку вот вы просите я сам подготовки поверхности а клея теперь о пистолете температурка у нас стоит здесь я покажу чуть я примотал вот на 160 градусов чуть я ее поменьше сделаю вот так многовато ну получается между 130 и 160 сколько правильно 145 примерно ну в гараже как бы прохладновато как тут печурка у меня не топится вот но тем не менее вот поэтому сейчас немножко натопится помещение вот войдет пистолет в режим вот наши грибочки очистятся так сказать чтоб эксперимент был более менее так сказать объективным вот то есть вот все вот эти меры я почему опять же по просьбе своих друзей вот это снимаю и для своих друзей как бы мы общаемся и попросили вот я делаю и показываю как я что подготавливаю как я делаю чтобы людям было понятно вот они так что вот сейчас взял грибок вот вот так актер об коленку дунул на него и бери клей его там бабах приклеил хоп отвалился а значит клей хреновый грибок хреновый ничего не держит вот и вот такой вывод нет нет все будем делать аккуратно не торопясь вот и грибочки подготовим и поверхность подготовим и и все остальное так вот насчет клея определились мы уже да что работать тем клеем удобным который хорошо и держится на поверхности детали как бы хорошо тянет ну и вдруг с другой стороны когда ты на него капнул там кто чем работает вот одни там обезжиривателем другие там антисиликоном работают 3 бензином 4 еще чего-то есть специальные жидкости продаются ну все это в принципе поверхностно активные вещества которые очень быстро проникают между поверхностью клея нашим лаком в данном случае вот и отслаивается поверхность отваливается наш клей или легко снимается но это кто как думал вот пистолетик у нас еще прогревается потихоньку приводится как говорится в рабочее состояние входит в режим вот сейчас чуть-чуть еще немножко времени пройдет померяем температуру на поверхности ну вот мы можем видеть 18 1 показывает наш умный прибор по фамилии пирометр ну что же продолжим значит маленькое лирическое отступление заходим на сайт центра автотехнологий вот и что мы делаем так чуть и ошибся заходим в клеевую систему и и и и и и и вот они грибки тут и нюсливские есть мы видим и все остальные это для тех кто как говорится не знает вот в каталоге вот все здесь есть и разделено по производителям здесь они выделили каждый отдельно вот я просто покажу кто-то может этого не знать что-то не хочет на интернет слабо интернете да вот тут всякие разные грибочки я не буду сейчас уточнять где что и как вот и начинаем мы наш тест грибочки уже здесь у нас помариновались сейчас мы их почистим и начнем тест с нашим турецким клеем на вот таком капоте из и мылки это еще я думаю 2002 или 3 года и мыл как капот такой дебил и тяжелый вот ну я считаю хороший удачный экземпляр потому что немецкий металл ну я считаю он очень хорошо с ним работать мне нравится во всяком случае это мое личное мнение допустим не так мне нравится работать с металлами тойотовскими они такие в основном металл каленый противный ну опять же это сугубо мое мнение я его как говорится никому не навязываю но вот с немцами с чехами работать гораздо приятнее ну что сейчас я опять же как сказал очищаем грибки и в бой и будем работать вот он мини лифтер у нас есть я буду им работать на отрыве грибочки наши берем пальцем чуть повозюкал и все с них слетает я сейчас не могу все снимать и делать поэтому покажу результат сколько хотел начать снимать и дверь постучали так продолжаем меня тут прервали сосед зашел ну что смотрим вот это у нас китай это не помню чего-то айс называется это вот этот магнитный грибочек дальше вот это вот по идее немчики пошли я вот здесь взял желтый он у меня бедолашка аж изгрызанный весь я собственно почему один потерялся у меня вот такой красный еще что-то вот это тоже не помню кто вот по фамилии может быть даже китай вот мы и посмотрим кто как держит кто как не держит кто как отрывает и в таком же порядке я еще сделаю с клеем украинским у меня есть он вот тест и сделаю наверное с импортным который мне придарили вот на новый год все это потом покажу расскажу скажу как называется значит первый наш тест вот в том порядке как есть я буду настраивать на отрыв так сказать без каких-то моментов просто буду натрию раз и отрывать сожалению еще раз повторюсь снимать и делать в одном лице мне приходится поэтому вот так но я думаю из этого вывод будет сделан такой что какой клей тут сильнее тянет какой не сильней это вы уже делайте сами какие грибки лучше хуже но сразу скажу что вот эти вот грибочки вот эти вот мне очень нравятся даже опять же вот видно да это даже немножко не вымылся вот видно даже вот в таком виде когда он бедный уже обрезанный погрызанный вот жизнью вот естественно грибки вот так царапать нельзя их можно только аккуратно протирать ничем острым вообще ничем вот эту клеящуюся поверхность которая клей приклеится делать не надо это он вот так вот повырывался от работы то есть это уже говорит о том что я им очень часто пользовался ну начинаем потихоньку еще раз повторю клей турецкий температура где-то градусов под 18 19 здесь 145 градусов на пистолете ну все огонь вот все грибки приклеены все их с небольшим таким нажимом как бы свободный ход выбираю вот капельку клея поставил нажал и все что касается времени выдержки кстати вот сниму тут немножко вырвана краска рядом чтобы это на наш тест не повлияло вот пришлось сдвинуть линейку потому что можно было подумать что вырвал краску нет вот что касается времени выдержки но тут она составила где-то около минуты потому что приклеить вот такое количество два четыре шесть восемь десять двенадцать четырнадцать грибков как бы на это надо время когда работаешь естественно время выдержки выдерживаешь вот вот он у нас ли я беру его выбираю закручиваю полностью вот у нас получилось что свободный ход выбрал уже и отрываю сразу на отрыв оторвали 1 ставим снимать и все это делать сложно поэтому я на паузу поставлю покажу вам результат не обошлось без казусов значит вот в этом месте был прижженный лачок и вырвало поэтому сейчас я его замываю и приклеиваю где-нибудь вот здесь рядышком и еще раз дюра ну уже мы можем видеть я потом по тем же цветам все как было расставлю чтобы было видно какие грибы примерно насколько дернули но как вы видите результат виден хорошо сейчас мы переделаем по вот этому грибочку вот потому что сделал здесь был но это индуктором когда игрались специально прижгли это место и посмотрели что получится интересно было ну и вот совпало что на это место стал грибок и вырвался значит вот делайте выводы вот приклеил я грибочек сейчас он чуть-чуть остынет ну вот показываю что в принципе все грибочки у нас довольно таки прилично повыдергивали то есть они тянут кто-то больше вот кто-то меньше вот но в общем и целом они тянут довольно таки сильно вот вот этот грибочек поменьше это вот вот такой вот китайский вот вот он самое мало из всех как бы потянул но это тоже хорошо потому что иногда надо как бы вот я задавался целью пока что мне никто не ответил что вот клей допустим отрывается вот с усилием там допустим столько-то килограмм ну допустим 20 килограмм да вот выбираем свободный ход да и видим мы что тут конечно же очень даже прилично выдернуто поэтому собственно он краска была ну не краска лак за нам случае был поврежден и он конечно же шишку нам не выдернул здесь он просто вырвал лак а на самом деле вот очень даже прилично вырвал собственно это показывается максимальные возможности это никому не надо такие шишки выдергивать вот просто как бы демонстрация того что творится сейчас я разложу эти грибочки так сказать и сниму чтобы вы видели что и как получил переворачивалась но что-то я сама но не в этом дело вот смотрим вот такой грибок да вот он значит вот это у нас мы переделывали потому что выдернул краску дальше вот она и бочек вот этот малюсенький китайский вот такую красоту выдернул дальше у нас вот этот вот грибочек видно что вот такой грибок обладает сильной тягой вот этот тоже маленький не слабо выдернул этот естественно тоже очень сильный вот этот тоже сильно выдергивает это новенький грибочек тоже новенький грибочек примерно в одной паре дальше вот у нас черный и вот этот желтый который уже уставший тем не менее как мы видим работает и это тоже неплохо выдернул то есть все они справились с поставленной задачей все вот так выдернули неплохо я снимаю чтобы вам видно кто-то сильнее кто-то слабей вот но в общем и целом вот тяга у них ну скажем избыточная так вот в этом в данном вопросе теста тестом но надо работать аккуратно дабы избежать ошибок вот лучше когда выдергивается вот такой вот маленький вот как здесь мы видим вот он а то еще и меньше то есть не надо перри дергивать вот так вытягивает травмировать металл потому что может быть вполне возможно металл такой коварный что если вот такую красоту выдернуть потом ей и ума не дашь вот или придется измочалить это место пробойниками до потери сознания это показывается как бы я показываю возможности кто что и так вот выдергивает вот в таком порядке сейчас мы меняем клей вот на украинский тест уже был не теста анонсик такой был этого клея украинского вот я им уже работал мне клей понравился и сейчас все те же действующие так сказать лица в том же но будут на клей который у нас украинский вот я вам показываю фамилия у него интерту производство украина кому интересно так сказать еще раз покажу вот он их сайт если кому интересно пожалуйста набирайте там по моему 9 видов клея ну вот вот такой цена у нас по моему 300 рублей пачечка здесь 12 стерженьков вот такого диаметра длина 20 сантиметров или 200 миллиметров кому как лучше вот убираем этот клей из пистолета вставляем вот этот и то же самое повторяем вот все тоже и все те же так вот я слив клей уже вот не хочет выходить то есть мы добрались до клея до черного вот он еще не прогрелся насиловать пистолет не будем раз он не хочет час новая порция клея прогреется и опять же я немножечко его выдавлю чтобы остатки предыдущего клея вышли и продолжим наши опыты так опять же вот смотрим для чистоты эксперимента здесь клей остался кое-где я не пожалею времени мы видим на грибках есть остатки клея я не буду моть их спиртом я опять же их помою этим бензинчиком вот и все в том же порядке будет расставлена у нас и опять будем клеить как раз вот пистолет войдет немножко они помаринуются минут пять-семь для быстроты можно вот так их пошевелить чтобы они но в принципе уже в гараже тепло светло и хорошо вот я думаю все нормально будет опять же пистолет уже как мы видим вот давишь уже клей выходит потихоньку но он еще как-то коряво выходит то есть клей еще не прогрелся пистолет не входит в режим вот видим где он прогрет и в режиме был хорошим а здесь он еще такими как бы сопливит немножко вот клей выходит то есть во первых еще в режим не вошел пистолет не прогрел достаточно клей чтобы он мягким расплавом мягкой капелькой выходил ну и остатки другого клея скорее всего смешиваются может быть они немножко не дружат поэтому как раз вы моим для чистоты эксперимента и бочки наши вот чтобы они были чистыми потому что одно дело допустим бензин их отмывает другое дело их отмывает спирт дабы так сказать не закралась ошибка я не поленюсь и все сделают точно так же как вот и в предыдущей версии тогда был у нас белый клей пистолет уже нормально выдает клей вот они грибочки наши помыли сейчас я их той же последовательности расставлю и опять же приклею и держим нашу эпопею вот извиняюсь чуть я тут подошибся вот так вот так один конкурсант решил выбыть мы его вернули на место все те же и все также вот смотрим вот в таком же порядке мы их сейчас будем опять тестировать все грибочки вымыты все здесь чистенько вот резкость конечно не очень хорошо наводится но где-то там вот крупиночка осталось глазом даже незаметно и сейчас я его немножко замою и вот здесь тоже принципе это ни на что не даст на результат сильного влияния но я сейчас это все исправлю вот продолжаем эпопею приклеил небольшую выдержку сейчас дам ну где-то может минутка может минутка десять и опять же берем и все это на отрыв вот тут грибки разные поэтому приходится подгонять вот и на отрыв с одного раза мы получили вот я грибки выложил чтоб их тут особо не это самое вот кто-то у нас оторвался вместе с клеем кто-то не вместе вот имеется ввиду вот не надо вот и здесь вот этот грибок тоже он достаточно сильно выдернул весь предпоследний на и а этот наоборот клей оторвался но клей остался вот на грибке сейчас я здесь замою вот эту красоту и покажу вам что получил я сейчас протрем тряпочкой и уже можно будет посмотреть для начала посмотрим как бы просто невзирая на лица примерно все одинаково то есть что тот клей что этот клей вот если он выдергивает то он выдергивает поэтому в данном случае скажем так победила дружба и вот крайне еще два вот они у нас есть так что как мы видим клей и тот и этот работают примерно одинаково я бы провел черту равенства между ними вот они грибочки и теперь по грибочкам кто как тянет так я вот думаю наверное грибочки я поставлю за границами и еще раз сниму чтоб вы посмотрели кто как примерно тянет ну что вот наши стойкие солдатики расставлены и смотрим значит вот он зелененький зелененький грибочек прекрасно и тут и тут вот он наш старый вояка который уже бедный тут половину протектора своего истоптал в работе тоже самое превосходно вот они три свежих новых грибка тоже самое примерно все одинаково кто-то чуть больше кто-то чуть меньше ну в общем и целом вот с этого почему-то клей решил на нем остаться и здесь немножко он решил остаться вот ну бог его знает почему бывает и так но опять же я могу сейчас вот так капнуть вот и он прекрасно даже одной рукой снимается вот вот так что смысл тут копья ломать никакого вот они грибочки наши все они достаточно хорошо работают все они довольно таки сильно тянут даже вот такой маленький но я бы сказал что в повседневной жизни я им можно сказать не пользуюсь он у меня так лежит как бы слабоватенько он тянет на мой взгляд ну вот вот этот грибочек тоже китайские вот они работают все они неплохо и все тянут прям очень даже очень даже сильно вот это вот этот грибок и вот его так сказать тяга так что как мы видим в принципе все примерно одно и то же вот и все грибочки тянут неплохо вот какие-то чуть лучше какие-то чуть хуже но выводы делать вам в том числе и клей вот работает что турецкий клей хорошо что украинский вот я не знаю там еще другие клеи есть вот производятся этой фирмы интересно бы их попробовать вот как только они у меня появятся я сразу же попробую их протестировать ну естественно снять видео вот как просили очень-очень даже подробно может быть даже чересчур кто-то посчитает ну просили получите смотрите ставьте лайки пишите свои мнения вот кто работает кто не работает кто-то для себя Америку может открыл кто-то нет вот так всем спасибо за внимание пока-пока что я как все очень-очень так что я сейчас